Паспорт На этой неделе в прекрасной солнечной Испании далеко не впервые прошел один из самых популярных кланов по Counter-Strike 1.6 GameGun 2011. Общий призовой фонд составил 22 500 евро, такая сумма придавала несомненный стимул игрокам в борьбе за победу. Система проведения была выбрана Double Elimination, однако выход из групп выглядел немного иначе, чем обычно. С каждой группы смогут выйти по три команды. Первые две попадают в верхнюю сетку соревнований, а третья в нижнюю. У российских фанатов Counter прежде всего были надежды на лучший коллектив нашей страны на данный момент M5. После групповой стадии команда вышла в верхнюю сетку, однако потом M5 сначала уступила команде SK Gaming с разгромным счетом 16-1, а уже в нижней сетке не без борьбы проиграла французам и Sahara 10-16. Вся надежда у зрителей стран СНГ оставалась на знаменитую команду NAVI, которая без проблем прошла групповую стадию и оказавшись в верхней сетке выиграла ESC 16-9, однако потом проиграла все тем же SK Gaming 11-16. Оказавшись в нижней сетке, украинцам пришлось драться с раненым и гневным зверем ESC. В итоге NAVI проиграли 13-16 и заняли третье место. В суперфинале встречались самые главные обидчики российских и украинских болельщиков Counter-Strike – ESC и SK Gaming. Вот была драма всего турнира. После смены сторон на карте The Inferno SK выигрывала всего 1 очко, и уже казалось ESC сотворит чудо и сможет выиграть турнир, однако… силы видимо все-таки кончались. В итоге SK стали победителями со счетом 16-14, не проиграв ни одного матча на протяжении всего турнира. И увезла домой чек на 12 тысяч евро. Менеджер российской команды Virtus.pro по Counter-Strike 1.6 Антон Циклон Лапшенко в своем блоге на официальном сайте команды Virtus.pro рассуждает на тему «Почему умерли мувики?». Главной причиной из его блога являются сами фраги, которые стали неактуальны и мелькают везде, где есть колонка новостей про киберспорт. Немецкая команда TBH анонсировала новый состав на ESL Germany. Перед командой по-прежнему стоит задача выйти из группы D, однако это будет непросто при наличии таких соперников, как N-Faculty, YDK.me и ESC Gaming. 28 июля исполнился ровно год после трагичной смерти в авиакатастрофе пожалуй лучшего немецкого игрока в истории – Антонио Цикс Даниловски. Давайте вспомним добрым словом или просто помолчим в знак памяти Антонио. Совсем немного осталось до главного игрового мероприятия Европы – GamesCon 2011, которое пройдет с 17 по 21 августа в Кёльне. В его рамках пройдет и турнир по StarCraft 2 с призовым фондом в 21 тысячу евро. 16 игроков были разделены на 4 группы, а главные надежды мы прежде всего возлагаем на игроков команды Empire – украинца Kassa и голландца Beastie Qt. Также в других группах расположились такие игроки, как Nerchio, Stefano, Moonglade и китайская черная лошадка LoveCD. 26 июля прошел командный матч за третье место в RPL 4 между командами-фаворитами Empire и IMBA FX Open. Им пророчили играть в финале в Киеве, однако обеим командам не хватило совсем немного везения. Состав на матч внушал оптимизм на захватывающую борьбу до последней карты, однако этого не произошло. То ли IMBA расстроилась после поражения команде IP в полуфинале, то ли Empire не хотела занимать ни при каком раскладе четвертое место. В итоге у IMBA на протяжении всего матча не было ни малейшего шанса выиграть. Счет 4-0 в пользу Empire выглядит как минимум разгромно и вызывает несколько вопросов про настрой команды IMBA FX Open на битву за третье место, ибо все это действие выглядело как слив и никак иначе. Надеемся, что IMBA еще покажет зубы в следующем сезоне RPL и сможет наконец-то попасть в финал. Эх, прошел уже почти год после выхода игры StarCraft 2. Как долго мы ждали новую часть самой популярной стратегии в истории. Blizzard остались верны своей политике выпуску одной игры раз в 6 лет. Хоть и споров по поводу новизны и системы доступа в игры по интернету до сих пор зашкаливает, и ни один рулон туалетной бумаги испачкано, все мы любим и играем в первую часть трилогии. А ведь совсем скоро, по меркам Blizzard, мы видим продолжение эпического противостояния зергов, людей и протасов. Выход игры StarCraft 2 Heart of Swarm намечен на следующий год. На World Cyber Games South Korea 2011 зарегистрировано рекордное количество людей, которые будут принимать участие в турнире по Warcraft 3. 60 корейцев сразятся за главный приз ВЦГ. А самое интересное, что всех игроков пометили в одну сетку – Single Elimination. Правда, все знают, что порой количество не означает качество. Некогда лучшая лига Азии по доте возвращается. Менецкий дота-лига, филиппинская лига восстает из пепла и приглашает лучшие команды со всей Азии для борьбы за золотую корону Филиппин. Также уже проведено несколько шоу-матчей, которые нехило подхлестнули интерес к лиге. Так что рекомендуем присмотреться к расписанию игр лиги. В финале мы бы хотели поблагодарить всех тех, кто посмотрел наш пилот и оставили свои комментарии. На сегодня наш выпуск подходит к концу. Не забывайте оставлять комментарии к выпуску и свои пожелания. С вами была программа GG News. Приятного вам дня!